Так, доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем изучать Тору на портале Ваикра. Наверное, те люди, которые не знают иврит, они думают, что за название такое? Ваикра. Ваикра. Ивазвал. Переводится слово Ивазвал. Куре, куре это взывает. То есть, крия это чтение, например. Куре это взывает. А еще есть значение Ваикра, это если с Эй в конце, с другой буквой, Ваикре это и случилось. Интересно, что взывает Бог, но он человеком разговаривает, это Рабинахман объяснял, не через слова пророков, нету сейчас пророков, а через случай, через события жизни. И вот происходит что-то, я уверен, что в принципе каждый, каждый где-то как-то сталкивался с этим, что пытаешься понять, вот почему Бог тебе посылает это событие, это событие, такой случай, такой случай. И те люди, которые уже признали, что есть Бог и Он управляет миром, пытаются понять через события, что Бог мне хочет сказать, что Он от меня хочет. Где направо пойдешь, все выиграешь, где налево пойдешь, коня потеряешь, где прямо пойдешь. То есть, как понять, где это лево, право, прямо. И, значит, единственное, у нас есть такой надежный источник, это Тора. Так я для себя решил, потому что все остальные системы, они дают очень детальные какие-то, может быть, успехи такие, ну, сиюминутные. Но это может быть глобально, в перспективе может быть, ну, в никуда. Поэтому продолжаем изучать Тору, и сейчас мы изучаем Мишли, прище царя Соломона, и уже вторая глава. Шалом, шалом всем, кто только что зашел из Нью-Йорка, отовсюду. Очень приятно, что у нас на уроках весь мир собирается, весь мир, прямо. И вообще на Вайкре сейчас идут такие прекрасные ежедневные эфиры, и в каждый эфир собирает очень большие, большие аудитории. Это очень приятно и хорошо, что даже к нам приходит Мурат Кабдрахманов. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Алейкум ассалам, это алейхем шалом на иврите, на вас шалом. А салям это, салям это шалом. Ислам это шалом, ну, на самом деле, шлмут шалом. Интересно, как, да? Просто ше-букву никто, кроме евреев, на Востоте не выговаривал. И все поменяли ше на эс, да? Хорошо. Все, продолжаем двигаться, вторая глава. Значит, краткое содержание первой главы. Нам в начале царь Соломон представился и сказал, что я вам сейчас с помощью понятных, примеров, передам самую большую божественную мудрость. Дальше он нам сказал, что, значит, что есть в мире зло, и зло активное. То есть он сразу предупредил, вот я даю божественную мудрость, но вы должны знать, как вас будут соблазнять обратная сторона, то есть люди зла. И он нас предупредил, дал нам иммунитет, такую прививочку от грешников, которые будут тоже совращать со всех экранов, прям грешники прут и прут, знаете. Теперь, значит, после этого царь Соломон нам сказал, что как бы выхода-то особого нет, потому что если Бога не слушаться и не слушать его увещевания в виде Торы, то жизнь, она покажет, и жизнь накажет, и жизнь научит. И иногда это уже становится очень поздно, и уже в этой жизни исправить не получается. Но так он нас предупредил. Это была первая глава. Теперь идет вторая глава. То есть это он нас замотивировал. Он сказал так, что, в принципе, парни, у вас вариантов нет. Или вы учите Тору и получаете в Эшумэле и Шконбетах. То есть тот, кто слышит меня, он сказал в конце, он будет жить в безопасности. Или, значит, вот Роман Гольдман знает, или, значит, Бог учит через разные-разные такие неприятные события, и к нему люди прибегают и просят, вылечи нас, спаси нас, Роман. А Бог, значит, ждет молитву. И вот когда человек идет к хорошему врачу и одновременно молится, в этот момент у него есть возможность призадуматься о своей жизни, призадуматься. И я уверен, я сам по себе знаю, во время молитвы, когда, о, во время болезни, вот у меня даже есть такая заметочка, называется «В кресле у стоматолога». Все мои мне когда-то удаляли зуб мудрости, и это было долго. Где-то часа там два-три его пилили, сверлили, ломали, пытались вытащить. И я все эти три-четыре часа я делал шуву. Я раскаивался во всех своих невральных поступках. Я собирался после, как только я выйду из этого кресла, полностью исправить все свои пути. И Богу обещал, что если все, зуб сейчас вылечит, я все осознал уже, да. И потом я эти свои осознания, эту заметочку написал. Но когда зуб прошел, я про нее просто помню, что она есть. Но я уже не помню, что там написано. К сожалению, Богу приходится с нами разговаривать как раз за разом, раз за разом, напоминая, что выбери жизнь. Выбери жизнь, выбери добро, а не иди под кривыми путями. Теперь вторая глава. Вторая глава начинается с того, что говорит нам царь Соломон от имени Бога. Говорит так. «Бни имтиках амарай». Сынок, он говорит. «Если ты возьмешь мои слова». Амарай – это мои слова, то, что я говорю. «Бни», он говорит. «Сынок, если возьмешь мои слова, умитсватай тицпон и тах, и заповеди мои будут находиться с тобой». Значит, здесь, в этом отрывке идет очень красивое объяснение Раши. Раша объясняет, знаете, как вообще это, как раз это «бни имтиках амарай». «Сынок, если возьмешь мои слова, сыном будешь, если возьмешь мои слова». То есть, Бог через царя Соломона, через Тору, он говорит «сын мой». Раша говорит «кто такой сын Бога? Тот, кто берет его слова». И это очень понятная вещь такая, что Бог же, он непостижимый, его невозможно постигнуть. А как мы с ним общаемся? Через Тору. И написано в Торе, что в книге Зогара есть такая книга, которая говорит о очень высоких вещах, что Бог, Тора и Исраэль одно и то же, хатку. То есть, оно все соединяется в одно и то же. Есть Бог, создатель мироздания, который отразил себя в этом мироздании, но выразил себя на интеллектуальном плане, через понятные человеку слова. Значит, это Тора. Теперь, если ты... Получается, что Тора, она идет от Бога, то есть, как мысль Бога, да? И когда ты эту Тору принимаешь и соединяешься с ней, то ты становишься с Богом, как одним целым. Понятно, да? Значит, это вот то, что говорится здесь. Сынок, им возьмешь Амарай. Теперь, чем отличается Сын, если возьмешь мои слова, а заповеди пусть будут с тобой? Тора делится на... Ну, это очень грубое деление. На две части. Одна часть это объяснение, как все работает, что и что. Я, например, вот буквально пару дней назад узнал, что есть там, если посмотреть на то, что изучает Каббала, есть Ацелут, там, это какой-то божественный свет. Потом есть мир Брия, духовный мир, в котором идет сотворение, то есть, в котором начинают сотворяться все сущности, да? Которые уже есть в этом мире. Потом идет мир Яцера, где они уже формируются в формы, да? Духовные сущности. Потом идет мир Осия, мир действия. Это тот мир, в котором мы в материальном мире внизу, и наша духовная часть вверху уже, ну, как бы, уже полностью материализованы, грубо говоря, да? Но все это идет по каскадам. Это называется Амарай, слова, истории. То есть, Бог нам сообщил, как все работает. Теперь, что такое митцвод? Слова ты один раз понял, ты понял, что есть Бог, ты понял, как Он управляет, ты понял, что Он есть и Он управляет. Все, больше можно про это не думать. То есть, у тебя есть мировоззрение, что ты с Богом соединился в одно целое и сказал, на Асеве нишма, значит, будем делать и потом разберемся. Это то, что сказали сыны Израиля. Но нам приходится постоянно делать. Вот эти вот митцвод, заповеди Бога. Как делать, как правильно поступить в делах, в отношениях, в бизнесе, в здоровье и так далее. Это все, все называется заповеди. Митцвод, Бог сказал, вот это добро, вот это зло. Делай добро. И ты все время занятый, ты все время должен делать, но ты должен знать, что делать. Поэтому митцватай, тицпон и такс, чтобы заповеди, то, что надо делать, именно правила поведения, они были всегда с тобой, чтобы ты их помнил. Амарай, просто возьми один раз, договорились, договорились. Веришь в меня? Верю. Отлично. Понимаешь, что у мира есть творец-создатель, который всем управляет? Понимаю. Все, отлично. Все слова закончились, теперь проверим на деле. Давай, как ты будешь действовать, исходя из этого? А дальше начинается утро, ты просыпаешься, и у тебя вопрос. Так, есть заповедь, например, прочитать ШМА до времени чтения ШМА. Значит, есть до трех часов от восхода солнца. А идеально прочитать до восхода солнца. И ты лежишь и думаешь, так, вот есть заповедь, делай. Значит, а я не хочу. И что теперь? И дальше или ты делаешь, или ты не делаешь. То есть, тут вот это вот каждый для себя выбирает. Дальше, второй отрывок. Значит, говорит, давайте еще сначала. Сынок, если возьмешь мои слова, и заповеди мои будут с тобой, будешь хранить с собой, все время помнить о них, лякшивли хахмаазнеха, то есть, прислушаться к божественной мудрости ухо твое прислушается, тате липха латвуна, и повернешь сердце твое на логику, на сообразительность. Значит, еще раз мы возвращаемся к тому, что есть Тора, она, это общее название, Тора это учение, то есть, это знание, назовем это так, знание. Территория состоит из хахма, это божественное знание, которое получили от Бога пророки. То есть, они получили от Бога вот эту Тору, да, то есть, получил Машерабейну, главный пророк Моисей, он получил все это знание. Потом было после него 300 тысяч пророков, которые тоже получали знания уже более детальные и так далее. Значит, и вот она, эта Тора была записана, письменная Тора, а устная Тора передавалась из поколения поколения мудрецами. Теперь, вот этому знанию, его можно только услышать, ты не можешь его придумать, ты не можешь его сам создать. Нельзя сказать, вот некоторые говорят, вот есть реформистский иудаизм. Это противоречие, нет реформистского иудаизма, есть только один иудаизм, одна Тора, одно знание, и нет реформы никакой, то есть, это уже что-то другое. То есть, я не могу сказать, взять и, ну, например, взять и сделать, ну, реформированный Майкрософт. Это не будет Майкрософт. Майкрософт это Майкрософт, а то, что я придумаю и назову это Майкрософтом, оно Майкрософтом не является. Точно так же, вот, это надо понять. Хохма, божественная мудрость, это только аксиомы, которые получены от Бога. И мы не можем объяснить, почему Шаббат, это Шаббат, и он начинается именно с заходом солнца, и заканчивается с выходом звезд. Мы не можем объяснить. Мы не можем объяснить, почему 39 видов работ, которые были, производились в храме, именно их нельзя делать в Шаббат. А шкафы по квартире можно носить, это не работа. То есть, сидеть дома, например, там, шкаф поднимать, переносить его по всей квартире нельзя, а взять какую-нибудь маленькую вещь и вынести ее из дома наружу можно. Наоборот, нельзя. То есть, Тора, это мы получили аксиомы от Бога, а дальше написано, смотрите, услышать божественную мудрость, то есть, через ухо, ты принимаешь вот эти аксиомы, татели бехали от вуна, а свое сердце, мышление, нужно уже тогда повернуть для твуна. Что такое твуна? Твуна, это качество, есть логика, только логика, она бывает двух видов. Есть бина, это когда ты понимаешь вещь из вещи, а есть твуна, когда ты складываешь кубики в общую картину. И это уже внутренняя работа, то есть, все люди ей занимаются постоянно. Человек, получив какие-то обрывки, крупицы информации, он дальше все время эту информацию у себя в голове переваривает, делая выводы. То есть, свойства мозга, вот именно уже внутри, делать из всего выводы и обобщать. То есть, например, человек, я сейчас сижу, например, в Иерусалиме, светит солнце. Я обобщаю, в Иерусалиме тепло. Но в Иерусалиме не всегда тепло. То есть, я обобщил сегодняшний момент в общую картину, что в Иерусалиме тепло. Хотя бывает иногда холодно. Что такое бина? Разобрать, углубиться. Значит, час солнца. Это значит, это значит, что я, например, пойду без куртки. То есть, это я взял из ситуации и вывел из нее более детальный частный случай. Если я обобщил это твуна в общую картину, сделал большую картину, это значит, я взял из одного крупицы, сделал больше картину обобщения. Бина – это я взял кусочек информации и из него сделал детальный вывод, сделал меньше. Это разница между бина и твуна, как объяснил Малдин. Дальше, хорошо. Третий отрывок. Третий отрывок. Ти им ля бина текра. Потому что, если ты вот эту бину будешь призывать, если ты бину, вот это качество логика будешь призывать, то есть, я всегда пишу вот в конце урока, сделай вывод, сделай вывод, сделай три вывода, сделай два вывода. То есть, когда ты делаешь выводы из какой-то информации, делаешь резюме, делаешь выводы, ты тренируешь качество, которое называется бина, логика. То есть, понять вещь из вещью, упорядочить. Одно дело, когда накида на кирпичи, целая куча кирпичей лежит. То есть, это куча кирпичей. Если ты научился брать кирпичики и складывать их по порядку, это называется строить бина. Теперь, ти им ля бина текра. Если ты бину эту будешь призывать, то есть, ты будешь все время ей пользоваться. Что мы отсюда учим, какой вывод, какие три главных вещи, что можно отсюда понять и так далее. То есть, когда ты пользуешься и осознанно берешь кубики информации и укрупняешь картину, это твуна, или детализируешь, это бина, значит, он говорит дальше, для твуна, для вот этого вот обобщения, дай голос твой. То есть, бину, детальную логику, ты должен ее призывать, а твуну, это глобальное обобщение логику, ты должен к ней кричать. Даже по вот этому языку понятно, что текра это близко, а тетен кулеха, дай свой голос, это далеко. Это очень удивительная вещь, которую я раньше, до изучения Мишли, именно с комментарием Маунбима, я не знал. Еще раз, значит, изучение Торы, оно состоит из того, что ты принимаешь аксиомы, ты изучаешь, слышишь слова письменной Торы, ты изучаешь, у тебя в голове начинают складываться пазлы, 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 потом ты из этих пазлов начинаешь своей биной, своей логикой, ты начинаешь делать выводы или обобщать эти пазлы. И это то, что нужно в себе тренировать, потому что бина это качество тренируемое, то есть логика это качество тренируемое, а знание это только нужно понимать, что мы всегда в любом деле мы пользуемся какими-то источниками информации. И когда человек говорит, я атеист или я там дарвинист или я там еще кто-то, то он просто должен себе отдавать простой отчет, что он услышал какие-то обрывки информации, которые непонятно откуда тот человек взял, который эти информацию выдает за истину, потому что любой человек, Карл Маркс, Фрейд, еще кто угодно, они просто имеют такой напор, как у Жириновского, то есть все вот они имеют напор, как Жириновский, который гонит свое и уверенно гонит. А обычный человек, ему это в голову заходит, потому что он не понимает, как его мозг работает, а дальше он начинает вот эти вот уверенные слова переваривать, делая из них выводы, не понимая, что сами исходные предпосылки могут быть неверны. Поэтому, значит, сейчас мы разобрались, как работает голова, то есть берешь Тора, всеомы Торы, знания, которые пришли от Бога, дальше ты логикой начинаешь их обрабатывать, делать выводы, что мы из этого учим, что я буду делать, что я буду применять, как я это могу применить, как я могу это расширить и так далее. И последний, последний на сегодня отрывок, это отрывок четвертый. Им тивакшена как кэсэф. Если ты будешь просить, как серебро, вот эту вот божественную мудрость, вэкаматмуним тахпэсэна, и будешь ее разыскивать, как сокровище, тогда, давайте пятый отрывок тоже, аставины раташем, тогда ты поймешь страх перед Богом, вэдат элоким тимца, и познание божественное, познание всесильного, вот так дословно, познание всесильного, ты найдешь. Это очень часто нам дали, очень серьезное обещание, царь Саламот. Значит, что имеется в виду? Он нам объяснил, как работает голова. Теперь он говорит, что с этим делать. Им тивакшена как кэсэф. Чем занимается весь мир, большую часть времени? Вот если взять одним словом. Большую часть времени, весь мир, сейчас живет 7 миллиардов, 7,5 миллиардов людей, большую часть времени все борются за серебро, то есть все хотят зарабатывать. Большая часть мира живет ниже, прожиточной, вот ниже черты, то есть они не могут не работать. Большая часть мира вынуждены и обязаны каждый день работать. Мало того, что они вынуждены и обязаны, они этого хотят. Так прошито в человеке, что он хочет зарабатывать. Это общее правило. Все хотят зарабатывать. И все ищут серебро. Теперь, если ты будешь искать божественную мудрость, как люди ищут серебро, с такой же настойчивостью, с такой же ежедневностью, с такой же упорством, и, значит, имки вакшена как эсэ, вэкамат муним так пэсэна. Но есть другой тип людей, которые не ищут серебро. Они не ищут серебро. Это была разменная монета, которую платили за мелочи. Ну, за работу платили серебром, за какие-то там маленькие услуги. Но были люди всегда во всех поколениях, которые искали сокровища. Они говорили, я не буду, как все, гоняться за мелочами. Я буду искать сокровища. И раньше это было понятно, то есть каждый, у кого были деньги, он серебро носил с собой, а золото он закапывал в землю, чтобы не носить с собой. И всякие там разбойники, цари и так далее. Купцы, все, кто зарабатывали, они закапывали сокровища. И были люди, которые, вот, остров сокровищ, которые ездили и искали эти сокровища всю жизнь. Там этот искал Шильман, который искал Трою и нашел ее всю жизнь. Какой-то там египетский язык расшифровал, тоже он всю жизнь искал. То есть кто-то, есть люди, которые готовы долго, долго, долго стремиться к чему-то очень важному и дорогому. Такие называют их амбициозные, там, люди, которые поставили себе какую-то великую цель. Теперь вот эти вот два типа, два типа поисков нам царь Соломон предлагает использовать для поиска божественной мудрости. Он говорит, если ты будешь так же ежедневно, как ты ищешь серебро, заниматься мудростью, если ты, заниматься Торой, если ты будешь, как люди ищут сокровища всю жизнь, искать глубинные тайны, понимать в глубину, как оно все работает, а вот только тогда ты тавин, тогда ты поймешь, именно уже логика, то есть для тебя это будет очевидно, поймешь Ирата Шем. Что такое Ирата Шем? С Богом Всесильным, Бог, который непостижимый, творец, создатель мира, можно соединиться только через ощущение Бога. А ощущение Бога приходит через трепет перед Богом, через страх перед Богом, то есть то внутреннее состояние, когда ты чувствуешь, что Бог есть. И тогда, если ты ищешь этой близости с Богом, тогда ты тавин, тогда ты поймешь, как эта штука работает, Ирата Шем. Ведаат, Элотим, Тимца. Значит, Элотим это Всесильный, то есть вся система работает между тем, как прекрасно отлаженный механизм. Бог так сотворил мироздание, что все здесь, все силы, они синхронизированы, то есть есть там разновекторные, физика, химия, есть физика ньютоновская, и есть физика квантовая, есть все это. Бог все это спрограммировал, создал, поставил, и это все называется Всесильный. И те люди, которые изучают Тору, они не только приближаются к Богу на уровне соединения с Творцом мира, с Творцом мироздания, но и они понимают точно, как Творец мироздания управляет миром, и это называется Даат, Элотим. Элотим это Всесильный Тимца, ты его найдешь, именно реально найдешь. То есть изучая Тору, можно очень сильно вырасти в духовных планах и во всех остальных планах тоже. Поэтому, давайте на этом и останавливаемся сегодня, давайте сделаем выводы, то есть используем качество бины, бины это логика такая, да, используем, чтобы сделать выводы, давайте. Что из этого можно понять? Я для себя сделаю такие выводы, что очень важно вот иметь внутренний настрой и внутреннее намерение приблизиться к Богу и понять, что Он хочет, как все работает, что Он хочет от меня конкретно. И вот это внутреннее намерение, чтобы искать, искать вот этой божественной близости, как люди ищут серебро и как они ищут сокровища, это все приводит к тому, что тогда поймешь трепет перед Богом, тебе все будет понятно. Вы, да, ты, вот им темца, ты будешь понимать, как мир работает, то есть все твои дела, действия там и так далее, они будут решаться намного, намного проще, лучше и легче. Все, дорогие друзья, значит, я жду ваших выводов, обязательно вот попробуйте именно сделать свои собственные выводы, еще раз прочитать, сделать выводы, написать в комментариях выводы, поделиться своими выводами, обсудить и сделать у себя намерение такое. Я хочу приблизиться к Богу, хочу понять, как все работает, хочу, чтобы Бог мне лично сообщил, что я должен делать, чтобы у меня был везде успех, удача, благословение во всех делах. Все, удачи, успехов, убеждать других не надо, не надо, мне кажется, нужно просто им сообщать, просто сообщать, что есть такое знание, подписывайте их, посылайте им видео уроки, то есть они мне-то не могут ничего сказать, вам они будут с вами спорить, а вам, хочешь слушай, не хочешь не слушай, и просто посылайте им уроки и все. Все, удачи, успехов, благословений, именно божественных благословений, чтобы Бог, вы чувствовали Его любовь, поддержку, если что-то идет не так, вы понимали, что нужно срочно что-то поменять. Все, удачи, успехов.